Первое послание к Тимофею О Тимофей! Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! От Луки Святое Благовествование И начал он говорить к народу притчу сию. Один человек насадил виноградник и отдал его виноградарям, и отлучился на долгое время. И в свое время послал к виноградарям раба, чтобы они дали ему плодов из виноградника, но виноградари, прибив его, отослали ни с чем. Еще послал другого раба, но они и этого, прибив и обругав, отослали ни с чем. И еще послал третьего, но они и того, изранив, выгнали. Тогда сказал господин виноградника, «Что мне делать? Пошлю сына моего возлюбленного. Может быть, увидев его, постыдятся?» Но виноградари, увидев его, рассуждали между собою, говоря, «Это наследник. Пойдем, убьем его, и наследство его будет наше». И, выведя его вон из виноградника, убили. «Что же сделает с ними господин виноградника? Придет и погубит виноградарей тех и отдаст виноградник другим. Слышавшие же это, сказали, да не будет». Но он, взглянув на них, сказал, «Что значит сие написанное? Камень, который отвергли строители, тот самый сделается головою угла. Всякий, кто упадет на тот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». Начать же к людям глаголы те притчу сию. «Человек некий, насади виноград, и в даде его делателям, и отиде на лето много. И во время посла к делателям раба, да от плода винограда дадут ему. Делатели же, бивши его, посла шатща. И приложи послать и другого груба, а ниже и того бивши, и досадьша ему посла шатща. И приложи послать и третьего, а ниже и того уязвивши изгнаши. Рече же, господин винограда, что сотворю, послю сына моего возлюбленного, и да как его видевши усрамятся. Видевши же его делателям, мышь лягу себе глаголюще. Сей есть наследник, приидите, убьем его, да наше будет достояние. И изведши его вон из винограду убиша. Что бы сотворит им господин винограда? Приидет и погубит делателям сия, и вдаст виноград и нем? Слышавши же рекоша, да не будет. Он же, возрев на них рече, что бы писаные сия, камень и гожа небреговше жиждущие, сей бысть во главу угла. Всяк пады на камень и том сокрушится, а на нем же падет, стрыет его. Брат сказал, «Отчего это, отче, не имею я сокрушения?» Старец ответил, «Оттого, что у нас с тобой нет страха Божия пред очами нашими, оттого, что сделали смы убежищем всякого зла и страшные Божие прещения, презираем, как пустые представления. Иначе как не сокрушаться бы, слушая, как, например, Моисей говорит от лица Божия о грешниках? «Яко огонь возгорится от ярости мая, разжется до ада преисподнего, снез землю и житое я, попалит основание гор. Еще поострю яко же молнию меч мой, и приимет суд рука моя, и воздам месть врагам моим, и ненавидящим мя воздам. Или как вопиет Исаия, отступившая иже всего небеззаконницы, примет трепет нечестивая, тщетно будет крепость духа вашего, огонь вы поясты. Кто возвестит вам, яко огонь горит, кто возвестит вам место вечное? И опять. И изыдут, и узрят трупы человеков, приступивших мне, черепь бы их не скончается, и огни их не угаснят, и будут в позор всякой плоти. Или, как говорит Иеремия, дадите Господу Богу вашему славу, прежде даже не смеркнется, и прежде даже не приткнуться нозе ваших горам темным, и пождете света, и там усень смертная, и положение будете во мрак. И опять. Слышите сия, люди буи, не имеющие сердца, и же имеющие очи не видите, и уши не слышите, меня ли не убоитесь, речет Господь, или от лица моего не устыдитесь. И еще. Накажет те отступление Твое, и злоба Твоя обличит те, и увешть, и вишть, яко зло и горько те есть, ежо ставить имя, глаголит Господь. Ас насадих те виноград плодоносен, весь истинен, как упревратился и сив в горесть виноград чужды. И опять. Не седох в сонме их играющих, но бояхся от лица руки Твоей, на едини сидях, яко горести исполнихся. Кто так же не ужаснется, слыша, что говорит Иезекииль, пришел есть конец Тебе, и испущу ярость мою на Тя, и отмщу Тебе по путем Твоим, и дам на Тя вся мерзости Твоя. Не пощадит око мое и не помилую, и познайши, яко ас Господь, бияй. Кто не сокрушится, слыша, как Даниил описывает день страшного суда, говоря, зрях, донди же престоле поставишися, и ветхий день меседе, и одежда его бела, аки снег, и в лосы главы его, аки волна чиста, престол его пламень огненный, колеса его огнь палящий, река огненная течаше, исходяше пред ним, тысяча тысяч служаху ему, и тмы тем предстояху ему, судище седе, и книги отверзошися, то есть дела каждого. И опять, видих во сне ночью, и сено облацах небесных, яко сын человеч, и ды, и бяше, и даже до ветхого день, не дойде, и пред него приведесе, и тому дайдеся власть, и честь, и царство, и все люди, племена, и языцы тому поработают, власть его, власть вечная, я же не прейдет, и царство его не рассыплется, вострепита дух мой в состоянии моем ас, Даниил, и видение главы мои я смущах у мя. Кто не убоится, слыша, что говорит Давид, единое глагола Бог, двоя сия слышах, за не держава Божия и твоя Господи милость, яко ты воздася, ко мужду по делам его. И опять, что говорит Экклезиаст, конец слова, все слушай, Бога бойся, и заповеди его храни, яко сия всяк человек. Яко все творения приведет Бог на суд о всяком погрешении, аще благо и аще лукаво. Кто не встрепещет, слыша подобное же от апостола, который говорит, подобает всем явитесья предсудищем Христовым, да восприимет кижда, я же с телом садела, или благо, или зла. Кто же не восплачет после сего о неверии нашим и об ослеплении душ наших, что, слыша все сияния, каемся и горьких, не проливаем слез о таковом нерадении и таковой беспечности своей, которую предзря Иеремия говорил, проклят всяк, творяй дело Божие с небрежением. Если бы мы имели заботу о спасении душ своих, то вострепетали бы от слова Господня, и поспешили ли со всем старанием исполнить заповеди его, от коих спасение наше. Но мы, несмотря на то, что слышим от самого Господа, внидите тесными враты, вводящими в живот, предпочли путь широкий и пространный, ведущий в пагубу. Зато, когда придет он судить живых и мертвых, услышим от него, «Вот идите от меня, проклятый его огонь вечный, уготованный дьяволу и акгелом его». И это услышим мы не только, когда наделаем худых дел, но если понеродима добрых, и ближнего своего не будем любить. Если же и худых при том наделаем дел, то как стерпим день тот при таком худом состоянии души? Ведать к тому же надобно, что не прелюбы сотвори, не укради, не убей и прочее древним сказано было через Моисея. Господь же, зная, что христианину для совершенства в жизни соблюдения этого только недостаточно, сказал, «Аминь глаголю вам, аще не избудет правда ваше паче книжник и фарисей, не внидите в Царствие Небесное». Почему прежде и после тех слов всегда требовал совершенной святости душевной, ради коей тело освящается, и законоположил искреннюю любовь ко всем людям, через коих сможем мы стяжать любовь и к Нему самому? Образец этому он подал нам в себе самом и в учениках своих, как не раз говорено было. Какое оправдание можем мы иметь в день уны, имея такой пред собой образец и в таком оставаясь нерадении? Нас оплакывая, говорит Иеремия, кто даст голове моей воду, и очи сем моим источник, слез, доплачусь, и плачусь о день и ночь, о народе сем. Иеремия, что сподобие с такой благодати пребываем в таком нерадении или паче, исполненный всякого зла? О нас, слышу, говорит и Моисей, «Еде, Иаков, и насытеся, и отвержися, возлюбленный, уты, у толсте, расшире, и остави Бога сотворшего его, и отступи от Бога спаса своего». О нас плачет и Мехей, говоря, «У люте мне душе, яко погиби благочестивой от земли и исправляющего несть в человецах. Кижду ближнего своего озлобляет озлоблением, на зло руки своего готовляет». Равным образом и псалмопевец об нас говорил, моляся, «Спаси ми Господи, яко скуде преподобный, яко умалишися истины от сынов человеческих». Нас оплакывая, и апостол говорит пророчески, «Вси уклонишися в купе, не потребни быша, несть творяй благостыню, несть даже до единого, гроб отверст гортаних, языки свои мельщаху, ятаспедов под устнами их, их же устоклятвы и горести полна суть, сокрушение и злоблений на путях их и пути мирного не познаша, несть страха Божия предочи моих, И опять в пророческом предзрении о нынешней же нашей злой жизни пишет он к Тимофею, «Сие же вешть, яко в последние дни настанут времена люта, будут бы человеческие самолюбцы, сребролюбцы, величавы, горды, хульницы, родителям противящиеся, неблагодарны, неправедны, нелюбовны, непримирительны, клеветницы, невоздержницы, некроцы, неблаголюбцы, предатели, нагли и прочее». Потому горе нам, что до последней дошли мы к крайности во зле. Ибо скажи, кто из нас непричастен исчисленным видом злонравия? Не на нас ли исполнилось это пророчество? Не все ли мы чревоугодники? Не все ли сластолюбцы? Не все ли вещества любивы да неистовства? Не все ли гневливы? Не все ли злопамятны? Не все ли предатели всякой добродетели? Не все ли злословны? Не все ли присудливы? Не все ли неуважительны? Не все ли братоненавистливы? Не все ли напыщены? Не все ли высокомерны? Не все ли горды? Не все ли тщеславны? Не все ли лицемерны? Не все ли лукавы? Не все ли завистливы? Не все ли непослушливы? Не все ли ленивы? Не все ли обманчивы? Не все ли беспечны? Не все ли нерадивы? о заповедях Спасителя, не все ли исполнены всякого зла, не стали ли мы вместо храмов Божиих капищами идольскими, вместо Духа Святаго злых духов убежищем? Не притворны ли называем Бога Отцем? Не сделали ли мы вместо сынов Божиих сынами гиены? Не стали ли хуже иудеев мы, ныне великое имя Христова носящее? И никто не приходил негодование, слыша такую истину. И те иудеи, пребеззаконными будучи, говорили, единого Отца имаму Бога, над Спасителя услышали, вы, Отца вашего дьявола, исти, и похоти Отца вашего хощите, творите. Несправедливо ли и нам, преступникам заповедей его, слышать подобное от него? Вот апостол сынами Божиими называл водящихся духом. Елица говорит, духом Божиим водятся сии суть сынови. Мы же как можем называться сынами Божиими, когда водим самудрованием плотским? Которое водится духом, говорит, это явно бывает от плодов духа. Плод духовный есть, говорит апостол, любы, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Имеем ли мы что-либо из этого? Не скорее ли все противное тому? Потому не сынами Божиими надлежит нам называться, а противным тому. Рожденный от кого-либо бывает подобно родившему, но Господь говорит, рожденный от духа дух есть. Мы же соделали с плотью похотствующей на дух, и к нам потому справедливо идет следующий приговор «Неимать дух мой пребывать и в человецах сих, за не суть плоть». Как можем называться даже христианами, когда не имеем в себе ничего Христова. Живые в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного во дворица, речет Господи, Везаступник мой, Иси, прибежище мое, Бог мой, и уповай на Него, Яко то избавят тебя от сети ловчей и от слависимя Тебя жна, Плечма своему синит тебя, и под крылеего надеяшися оружием обыдет тебя истинно Его, Не убоившись от страха ночного, от стрелы летящие во дни, От вещи во тьме приходящие, от срящей бесополуденного. Подет от страны твоя тысяща и тьма десную тебе, к тебе же не приближится, Обачи от чьима твоим осмотриши и воздаяния грешников узриши, Яко ты, Господи, упование мое, Вышнего положилось и прибежище Твое, Не придет к тебе зло и рано не приближится Те лиси Твоему, Яко ангелам своим заповестья тебе сохраните Тя во всех путях Твоих, На руках возмут Тя, да никогда преткнешься камень ногу твою, На спи, да и Василиска наступишь, И поперешь льва и змея, Яко намел пава и избавлю их, покрыю их, Яко позна имя мое. Воззывет ко мне и услышу Его, С ним есть скорби и зму Его и прославлю Его, Долготую дни исполню Его, явлю ему спасение мое. Воздух, очи мои, в горы отнюдь уже прийдет помощь моя, Помощь моя от Господа, сотворшего небо и землю. Не дай во смятение ноги Твои, Я ниже воздремлет, храняй Тя, Все не воздремлет, ниже уснет, храняя Израиля. Господь сохранит Тя, Господь покров Твой на руку десную Твою, Во дни солнца не ожет Тебе ниже луна ночью. Господь сохранит Тя от всякого зла, Сохранит душу Твою, Господь. Господь сохранит вхождение Твое и исхождение Твое отныне и до века. Исподоби нас, Владыку, Содержавение не осуждено, смейте призывать и Тебе, Небесного Бога, Отца и Твого Ти. Господь наш, Иже есть и на небесе, Рассветится имя Твое, да приидится, Светит Твое. Да, молит Твое, от Твое, на небесе и на земле, Глава, 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 Г Аминь. 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 Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон.